Выглядит детрадка для подготовки к ВПФ в четвертом классе по математике. Сначала я рассказываю, как оценивается эта работа, сколько баллов можно набрать всего и как они переводятся в отметочную систему по пятибалльной шкале. Далее инструкция по выполнению работы и далее идут все задания. Задания типовые, то есть они повторяются из года в год. Первое задание это всегда нахождение значения математического выражения с переходом через десяток, сложение, вычитание. Второе это значение выражения, в котором есть несколько действий. Здесь я сначала рассказываю, как выполняются действия со скобками, если выражение скобки или без скобок, и привожу несколько примеров. Дальше. Говорю, что в первом-втором задании нужно записывать только ответ. Решать можно на черновике, но важно помнить, что черновик не проверяется. Третье задание это чаще всего задачки. Задачки здесь могут быть в виде рисунков, в виде схем, в виде таблиц, в виде чертежей, нахождение данных по рисункам, таблицам, схемам. Далее. В четвертом задании чаще всего это задачи с единицами измерения времени. Здесь я пишу единицы измерения времени, запомни, то есть прочитая, можно вспомнить и решить задачку на время. И также привожу вот буква Н, это например, такая задача, например, такая задача, такая задача. Дальше, задание пятое состоит из двух частей, 5.1 и 5.2. Чаще всего это задание на нахождение площади и периметра и построение геометрической фигуры. И тоже показываю, какие задания бывают, как найти площадь, как периметр, все это здесь написано и вспоминаем. То есть вот разного вида задания я здесь описываю. Шестое задание – это задание по таблице, умение читать данные по столбикам и строчкам. И тоже привожу несколько задачек, какие могут быть в самом ВПР. Задание седьмое – это найти значение выражения. Здесь уже числа больше тысячи, сложение, умножение, вычитание, деление многозначных чисел. Здесь также важно помнить порядок действий в выражениях и решать их. И привожу примеры, как нужно это делать. В восьмом задании – это задание чаще всего на логику. Видите, я подписываю. Надо провести все необходимые преобразования или рассуждения, приводящие к ответу. И привожу пример нескольких вариантов задач, которые могут быть. Задание девятое – это задание на комбинаторику. И тоже привожу несколько вариантов этих задачек. Вот первый вариант – это второй вариант. И задание десятое. В этом задании нужно представить в виде схемы родственной связи. И тоже рассказываю, как это делать. Тоже несколько вариантов, какой там может быть текст и как составить эту схему для заполнения. Одиннадцатое задание чаще всего это рисунки с надписями То есть здесь нужно, например, Люда написала на футболке свое имя, затем подошла к зеркалу Нарисуй, как будет выглядеть, отражение ее в зеркале И несколько таких вот вариантов тоже рисунков написала Так, одиннадцатое задание и двенадцатое задание чаще всего это задача Нужно провести все необходимые преобразования, рассуждения, приводящие к правильному ответу